Это уже традиция. Делегации, которые приезжают уходники, обовязково складываются к ветке до помненька смутку. После Чарнобырской катастрофы у района испынили основание клея 5-10 забродженных вёзок. У целом по Беларуси 479 населенных пунктов. Отселено 133 тысячи человек. Ящик или 200 тысяч переехали у инши места самостоинно. Завод по вытворчасти сыров у уходников побудовали в 1984-м, а ли после Чарнобырской катастрофы закрыли. В определенном сенсии гэтая вытворчасть – адвустрирование шляху, який прошёл район за пушные 35 годов. С початку Великой Панны, потом шмат-гадовая разгубленность, реабилитация и теперь развитие. В 2014-м, теперь уже на Полесском участке акционерного товариства «Мелковито» реализовали инновационный проект. При этом участке обсталивания была набытая в рамках международной финансовой допомоги. Вынеком стала новая вытворчасть по перепроцессу сыроводки, якая ранее лечилась отходом. Теперь завод можно назвать не только сучастным, а и экспортно-ориентованным. За 8 месяцев 2018 года было произведено 960 тонн сухого цельного молока, из них 89% ушло на экспорт. Экспортные страны – Китайская Народная Республика, Российская Федерация, Саудовская Аравия. Полесский державный радиационный экологичный заповедник – территория закрытая для туристов. В некоторых местах у заровни радиации превышают допущение больше около тысячи разов. Разом с ним полностью человек эту территорию не покинул. Тут ведется активная науковая доследшая работа у тымлику с притягнением замежных ученых. Пчелы у заповедника у пылной ступени у дзенеца науковых экспериментов. Ученые вырешли подтвердить те обвернусь, распосюдженную думку об тым, чтобы чаленный мед за все зачистый. Вось тут, в Бабчине, это саправды так. Але ближе до Чарнобыльской атомной станции ситуация кардинально изменяется. Отриманный там мед сами ученые назвали радиационными отходами. Допущение у заровни были первовышлены у трея. Сегодня на территории Полесского радиационно-экологичного заповедника реализуется проект по обудовницам и прикладам 30 вежев, на которых будут находиться специальные приборы, что дозволит полностью контролировать радиационную пожарную безпеку на этой территории и при необходимости оперативно примать меры реагования. Ясчетин проект к створению заповедника международного наукового центра, але его реализация по колледже не вельми активна. В прошлом году проводили совещание, это как бы первый шаг был к созданию международного центра. Пока мы только создали международную лабораторию, которая занимается этим вопросом. Рабочий из-за встречи министра по надзвучайных ситуациях в Беларуси Владимира Вашенке и резидент-координатора представительства Организации Объединенных Наций в нашей краине Иоанна Казана Вишневецки Почас гэтга визиту надается особливое значение. Беларусские вратывальники Иоанн – давние партнеры, але ситуация изменяется, заявляются новые глобальные выклики, на которые не обходно реаговать. Для сопрацовництва тут широкая сфера, от радиационной до промысловой безпеки. У Организации Объединенных Наций нашу краину в угле разглядают глобального партнера. Почас сустречи Иоанна Казана Вишневецки кажа об новом проекте, яке плануется реализовать в Беларуси, и он будет накированный на потребку предпринимальников, яке працуют в огранном секторе. Кошт проекта – 7 млн евро, плануемый початок реализации, конец гэтга, те першые месяцы наступного года. Малых и средних предприятий на местном уровне, не только в чернобыльских, так званых чернобыльских регионах, пострадавших от чернобыльской катастрофы. Это проект общий для всей страны, но мы будем обращать особенное внимание на территории, где такая поддержка наиболее нужна. Я думаю, что здесь у нас есть много примеров того, что можно сделать, и найдутся такие предприятия, которые будут подавать свои заявки. Олег Синчеров, Евгений Макеенко, телерадиокомпания «Гомель», Хунинский район.